Здравствуйте! Меня зовут Алина Красильникова, и вы смотрите программу «Внуки Бутлерово». Сегодня мы поговорим об очень интересной теме, которая интересна как минимум половине нашего населения. Это тональные крема и пудры. О них нам расскажет наш великолепный эксперт Анна Владимировна Гедмина. Анна Владимировна Гедмина, доцент кафедры аналитической химии, кандидат химических наук. Наш эксперт с уверенностью говорит, что мы не все еще сказали в химии, и впереди много открытий, способных помочь человечеству. Давайте с вами начнем с истории о тональных кремах. Как они у нас появились, как наше человечество пришло к ним? Благодаря тому, что у нас происходят раскопки гробниц, были найдены косметички жен фараонов. Да, это такие мини-коробочки, в которых находились различные косметические ингредиенты. И в загробную жизнь отправлялись у нас ингредиенты, которые могли украсить и в том мире наших девушек того времени. И в одной из гробниц была обнаружена субстанция, очень похожая на порошок пудры. У него была защитная реакция. И защита от чего? Защита от солнца. Защита от песчаных бурь. А поскольку этой пудрой могли пользоваться только богатые девушки, соответственно, и когда кожа покрыта пудрой, было свидетельство о том, что представительница прекрасного пола принадлежит к высокопоставленному слою, к богатому слою населения. А почему дорого было? Дело в том, что если раньше использовалось для пудры мел, перетертый мел, то мел, к сожалению, не держится на коже. Даже если его перетирать мелко-мелко-мелко. Соответственно, нужно было что-то, какое-то вещество, которое бы держалось на коже. И были использованы соли свинца. Соли свинца могут быть разного цвета, но тем не менее они близки к белому или телесному цвету, либо цвету слоновой кости. Свинец – это токсичный металл, который широко распространен в земной коре. Его широкое применение привело к масштабному загрязнению окружающей среды, воздействию свинца на организм человека и серьезным проблемам общественного здравоохранения во многих регионах мира. Это не опасно? А тогда не понимали, что это вредно, ведь умирали, жили недолго. И умирали сравнительно молодыми. И тот эффект от постоянного употребления свинцовой пудры на основе свинцовых белил, он не совсем был понятен. Как контролировалось содержание свинца? Для этого использовались первые лаборатории, которые были для анализа содержания свинца на территории современной Польши организованы и определяли как раз свинец. В результате, когда у нас получилось, что содержание свинца присутствует в пудре, тогда решили как-то модифицировать эту пудру. И модифицировалась она следующим образом. В это время уже начинается экспансия Европы в Китай, в Японию и Индокитай. А поскольку практически вся косметика Китая и Японии, а это были достаточно закрытые страны, основывалась на том, что перетиралась рисовая мука, мелко-мелко. То есть они уже перешли от того, к примеру? Что Европа получила рисовую муку для изготовления пудры, а в свою очередь европейцы поделились своим рецептом с Китаем и Японией и предложили использовать различные соединения свинца. Во времена Елизаветы Тюдор в Европе была болезнь оспа. Оспа – страшная болезнь, которая не щадила ни принцев, ни нищих, ни философов, ни простолюдинов. Отличительная черта всех портретов XVIII века – это обилие пудры на лице. Следы оспы проглядывали на лицах многих известных особ. Именно в те времена пудры било рекорды по продажам среди иных косметических средств. Свинец в составе пудры вызывал агрессивность, рвоту, головные боли, судороги и, в конце концов, смерть. Когда смертельно опасный свинец вышел из моды, появилось новое чудо-средство – мышьяк. Мышьяк действительно делал кожу бледной. Вот только побочный эффект – тоже смерть. Потом стала мода на блондинок. Поскольку во Франции блондинок было не так-то много, в результате нужно было как-то стать блондинкой. Как стать блондинкой? Ну, конечно же, засыпать свои волосы пудрой. Еще одно применение. Как это делалось? В шкаф без крышки, то есть в шкаф без крышки, заходила девушка. Предварительно у нее уже лицо было нанесено пудра на лицо. Лицо закрывалось. Обычно надевался вот такой вот узкий колпак на лицо, чтобы та пудра, которая сыпалась на парик и волосы, она не падала на лицо и не мешала уже тому образу, который был создан. В результате кто-то сверху сыпал огромным количеством свинцовых белил на волосы, ну, соответственно, и кожу головы, представительницу прекрасного пола. Но потом переняли этот уже рецепт и мужчины. Мужчины? Да, и тоже отбеливали свои парики. Но больше всего, конечно же, использовались для девушек. Как мы оттуда перетекаем уже к нашей современности? Во второй декаде 20 века появилось такое изобретение, за которое, я считаю, если бы можно было давать Нобелевскую премию за изобретение в области косметологии, то этот человек бы эту Нобелевскую премию получил. И очень приятно, что этот человек – это уроженец нашей с вами страны, ну, не совсем нашей с вами страны, но этот человек из Российской империи. И звали его Максим Факторович. Макс Фактор. Настоящее имя – Максимилиан Абрамович Факторович. Родился 15 сентября 1872 года в польском царстве Российской империи. В семь лет продавал конфеты в театре, в восемь прислуживал аптекарю, в пять стал подмастерьем изготовителя париков, а в тринадцать – учеником знаменитого берлинского парикмахера. В возрасте 14 лет он перебрался в Москву и поступил на службу в Большой театр в качестве помощника гримера. Навыки, приобретенные в театре, очень помогли Фактору в будущем. В 1895 году в Рязани он открывает свой собственный магазин, где продает румяна, кремы, парфюмерию и парики. В основном – все собственного изготовления. Дом, в котором был его первый магазин, сохранился. Он находится в городе Рязани на Соборной улице, дом 48. В 1938 году эмигрировал в США, основал компанию «Макс Фактор». Максим Факторович, который в Америке стал «Макс Фактором», изобрел такую, можно сказать, революционную вещь в косметологии, как тональный крем. В 1914 году Фактор делает по-настоящему революционное открытие в области косметологии. Он придумал уникальное тонирующее средство кремовой консистенции. Крем от «Макса Фактора» наносился на кожу тонким слоем и не высыхал, в отличие от грима, которым пользовались актеры раньше. Тональное средство «Фактора» имело 12 оттенков. Раз уж мы заговорили об нейтральности наших средств, может быть, разберемся в наших тональных средствах. На наших баночках, вон где-то я вижу, написано, что обладает витаминами. А насколько это правда вообще? Или это так, маркетинговый ход, может быть, который используют наши маркетологи? Что же сейчас, основные какие ингредиенты, которые используются? Конечно же, свинец – это табу. Мышьяк – это тоже табу. Слава богу. Теперь добавляются безопасные ингредиенты. Это диоксид титана и оксид цинка, соли цинка, которые обладают белым цветом, но не наносят никакого вреда. В том числе тальк находится, плюс разные связующие вещи, ингредиенты, которые добавляются, чтобы у нас не было расслоения, если это жидкая основа, чтобы компактная пудра, она не разбивалась, не фрагментировалась. То есть всегда связующий компонент, он присутствует. И вот вопрос уже полезности связующего компонента. То, что красит – это оксид титана, это оксид свинца, иногда добавляются оксиды железа, когда нужно что-то потемнее. Ну, что-то звучит как-то не очень полезно. Дело в том, что, опять же, наше население очень боится химии. Химии бояться нельзя, потому что мы все сами химия. Мы все состоим из химических веществ. Да, в большинстве мы состоим из воды, но наши ингредиенты тоже в большинстве состоят из воды. И без воды невозможно производство тонального средства. И все-таки известно, что соли цинка и оксид цинка, и сам цинк обладают противомикробными свойствами. Подсушивает. У кого жирная кожа, цинк – это просто открытие для таких людей, которые страдают от жирности кожи. Поскольку цинк как раз контролирует выделение себума. Это такой вот секрет, который выделяется в результате работы сальных желез. Сейчас еще многие девочки следят за тем, чтобы косметика была максимально натуральной. И вот вы перечислили содержание тальк, который девочки обычно избегают. То есть он необходим в создании пудры? Или все-таки его можно избежать? Да, это матричный компонент, который необходим для связывания, компакта, чтобы в пудре был. А минеральная косметика, она в основном состоит из минералов. Это натуральная косметика, поэтому можно ее использовать. Но вопрос в том, насколько она долго продержится на коже. Вот это уже другой вопрос. Для того, чтобы мы хотим долгосрочный эффект, конечно же, нужно пользоваться тональным средством. И уже потом припудривать кожу. Смотрите, Анна, у нас на столе тут изобилие продуктов. Я смотрю, здесь и рассыпчатая пудра у нас есть, и компактная. Какую же нам все-таки лучше выбрать для использования? Для тех, кто не любит пользоваться тональным кремом, а пользуется просто кремом. Наносят крем, а потом наносят пудру. То есть мы так избавляемся от влияния тонального крема. А если нам нужно зафиксировать ту тональную основу, которая нанесена, базу, которая нанесена у нас на лицо, то лучше использовать рассыпчатую пудру. Можно кистью, можно спонжиком. После того, как нанесен, давайте прям даже посмотрим, любой мы берем, любую берем тональную основу. Если мы наносим тональный крем, и уже поверх тонального крема мы наносим пудру. И тем самым мы фиксируем на наш тон, который был нанесен. Тем более он очень хорошо совпадает. И получаем цвет такого загара, и он будет матовый. Он будет матовый, меньше будет жирниться кожа, потому что мы уже зафиксировали наш тон. Фиксируем. Вообще хочется такой прям матовый эффект. Матовый ровный эффект. Тем самым мы еще и скрываем все-таки крем, когда тональный ложится, он огибает всякие неровности. А при нанесении рассыпчатой пудры мы эти неровности убираем. Посмотрите, какая получилась ровная поверхность. Если мы используем компактную пудру вместо тона, мы закупориваем поры тем самым? Или мы как-то это... Ну, это большой миф про то, что закупориваем поры. Вот если вы ляжете с этой косметикой спать и не смоете своего лица, то на утро, да, поры закупорятся. Но в течение дня вы можете спокойно ходить. Но есть один нюанс. После того, как мы хотим смыть нашу косметику, мы используем мицеллярную воду. И в мицеллярной воде есть определенный момент, что все-таки в составе мицеллярной воды, чтобы она убрала жирные компоненты, а у нас жирные компоненты в тональном средстве присутствуют, иначе оно не будет хорошо ложиться на поверхность кожи. Соответственно, нам нужно избавиться от жирных компонентов. Поэтому используется мицеллярная вода, в составе которой находится ПАВ. ПАВ – это такие поверхностно-активные вещества, которые способны жирные частички убрать с кожи. Но есть один нюанс. Дело в том, что после того, как мы убрали с помощью мицеллярной воды косметику, все равно частички мицеллярной воды, частички ПАВ остаются на поверхности кожи. Это может раздражать кожу, вызывать раздражение. Соответственно, от кожи такой иммунный ответ появляется. В виде чего? В виде того, что секрет сальных желез выделяет сёбом. Это вот сальный жир. И в результате у нас пора закупоривается. Отсюда черные точки. Мой совет, что после того, когда вы используете мицеллярную воду, обязательно смойте ее водой. Если не получается смыть водой, то нужно использовать различные тоники, тонеры, в том числе и за х-кислотами. Тем самым мы удалим те частички поверхностно-активных веществ мицеллярной воды, которые у нас останутся на коже. Смотрите, Анна, у нас здесь столько всего. Здесь прям разные виды и тональных средств, и коллаген есть. Чем они вообще отличаются? Или это просто нас маркетинг как-то завуалированно продает одни и те же продукты? Алин, вы правильно сказали, что это тональное средство. Потому что все это тональные средства. И в каждом тональном средстве есть компоненты, такие как пигмент. Как я уже говорила, это оксид цитана, который придает вот цвет. Соли цинка, оксид цинка, оксиды железа. Соответственно, того, чтобы придать тот оттенок, который нам нужен для нашего тонального средства. Я специально не говорю тональная основа, тональный крем, потому что, в общем, это все тональные средства. И есть, помимо того, что пигмент, который придает, есть у нас такая жирная основа в виде масел. Масла могут быть натуральные, масла могут быть синтетические. Потом, вода обязательно, это обязательный ингредиент, чтобы мы все знаем. Попробуйте представить. В воду мы опускаем подсолнечное масло. Разве оно растворится, подсолнечное масло? Нет. Оно будет плавать в воде. А нам нужно, чтобы наш тональный крем не расслаивался с водой, чтобы он был одной консистенции. Соответственно, нам нужно добавить вещество, которое станет мостом. Мостом между таким масляным компонентом и водой. Так вот, это вещество называется эмульгатор. Натуральные эмульгаторы традиционно использовали в качестве компонентов пищевых продуктов. К числу старейших можно отнести желток и белок жидкого яйца. Современная промышленность использует в качестве эмульгаторов в основном синтетические вещества, а также лецитин, преимущественно соевый. А уже потом, после эмульгатора, добавляются витамины, гиалуроновая кислота, различные аминокислоты. И сейчас очень популярно добавлять пептиды. Пептиды способствуют выработке белков, в том числе и коллагена. Поэтому косметология не могла обойти их вниманием. Добавление их в средств по антивозрастному уходу за лицом и телом дает регулярное обновление клеток. Кожа выглядит свежей и дольше остается молодой. Укрепление матричного каркаса за счет дополнительного коллагена. Это препятствует появлению морщин и обвисанию кожи, снятие отеков и воспалений, усиление защитного барьера, минимизируется воздействие внешней среды. Применение пептидных препаратов также рекомендуется для лечения дерматологических заболеваний. Так они помогают бороться с куперозом, акне и дерматитами разной природы. Ну, за пептидами большое будущее, и в том числе альтернативная инъекционной косметологии. Но это уже история другой темы. Тем не менее, компоненты, которые есть в каждом из этих средств, это пигмент, это жирная основа в виде масел, это воск и эмульгатор. А уже потом добавляется, а и конечно же, чтобы наш тональный крем существовал не неделю, а хотя бы месяца два-три, чтобы мы могли пользоваться, поскольку есть и дорогие среди этих тональных средств. Мы хотим, чтобы они все-таки подольше у нас сохранились, поэтому добавляется еще и консервант. Не надо бояться консервантов. Без консерванта не может существовать ни одно косметическое средство. Иначе наши косметические средства будут превалировать в наших косметических средствах, будут превалировать микроорганизмы. А соответственно, мы чужеродные микроорганизмы будем на нашу кожу наносить. И чем это закончится, неизвестно. У нас здесь на столе есть тональные средства разного ценового сегмента. Я вижу здесь прям и масс-маркет есть, и какие-то люксовые средства. Скажите, стоит ли переплачивать вообще? Какие в нем отличия есть? Может быть состав посмотрим здесь? Ну, во-первых, это решение каждого человека. Что он выбирает? А именно девушки, да? Выбирает люксовую косметику или косметику из масс-маркета. Например, что мы видим, если даже сравниваем упаковочки, да? Что вот здесь, например, уже смазалось название. Здесь название как есть золотыми буковками, так и остается. То есть, качество упаковки, оно более высокого уровня. Это тоже входит в цену. Кроме того, в цену входит имя. Бренд, который мы выплачиваем. И, конечно же, нам говорят, что, например, очищенные ингредиенты были по более современной зеленой технологии. Это маркетинговые фишечки. Маркетинговые фишечки. Но, как я уже говорила, основа везде одна. Ну, например, вот в этом креме добавлена была гиалуроновая кислота. Но гиалуроновая кислота гиалуроновой кислоте рознь. Поскольку есть высокомолекулярная гиалуроновая кислота, есть среднемолекулярная, есть низкомолекулярная. И свойства у каждой из этих гиалуроновых кислот, оно разное. И цена производства такой гиалуроновой кислоты различается в разы. И если, например, этот крем использовал низкомолекулярную гиалуроновую кислоту, которая проникает достаточно глубоко в кожу, в том числе на границу с дермой, эпидермиса и дермы, то цена такой гиалуроновой кислоты, она возрастает. И это может вкладываться в цену этого крема. Хочу сказать, что масс-маркет тоже не стоит на месте. Когда они видят новинки, которые появляются в люксовой косметике, они также стараются их использовать. И использовать достаточно успешно. И многие линии масс-маркета могут похвастаться очень высоким качеством и не всегда отличимы от люксовой косметики. Вернемся к тональным средствам. Вот с точки зрения химии все-таки стоит переплачивать за люксовые средства? Или все-таки они ничем не отличаются? По химическому, по основным компонентам они отличаться никак не могут. Они могут отличаться содержанием витаминов, увлажнителей, гиалуроновой кислоты, содержанием пептидов. Сейчас очень модно добавлять пептиды в крема. Это все скажется на цене. Когда уже в масс-маркете появится еще и пептидная косметика, то, наверное, мы можем спокойно Max Max и масс-маркет брать и пользоваться им. То есть все-таки маркетологи захватили наши головы? Конечно, конечно. С точки зрения химии они практически одинаковые. Все зависит от содержания того или иного компонента. Но, конечно же, содержание компонентов строго регламентируется. Оно никогда не должно превышать предельно допустимого уровня. Знаете, Анна, вы так разбираетесь в тональных средствах. Есть, складывается ощущение, что вы прям эксперт в этой области. Действительно это так? В сферу моих научных интересов анализ и определение содержания компонентов тональных средств не входит. Но к косметологии я небольшое отношение в плане науки имею, поскольку мы занимались моей дипломницей и даже использовали этот материал уже, когда она поступила в аспирантуру при написании диссертационной работы. Мы контролировали содержание кислот в химических пилингах. И в результате так получилось, что практически все объекты, которые мы использовали, они оказались достоверными. И содержание именно было то, что было указано на упаковке. Поэтому не надо бояться химии, поскольку химия – это наша жизнь. А еще я хотела дать совет, что, конечно же, красоты можно добиться, используя различные косметические средства. Но, к сожалению, красоты вашей души, используя косметические средства, не добьешься. Поэтому я советую вам совершенствоваться, читать много книг, получать много информации, смотреть различные передачи научного характера в том числе. И тогда вы достигнете самой настоящей гармонии. Гармонии внешней и внутренней. Ну что, друзья, с вами была программа «Внуки Бутлерова». До новых встреч!